Народные умельцы не только Славянского района, но и всего Краснодарского края, которые щедро делятся плодами своих талантов с посетителями выставки, ярмарки, давно уже стали одной из самых ярких примет праздника – Дня города и района. К этой рукотворной красоте невозможно остаться равнодушным. На несколько часов квартал улицы Красной в центре Славянска превратился в красочный город мастеров с павильонами, палатками и прилавками, где были представлены удивительные изделия, сработанные в самых разнообразных техниках. Дерево и керамика, соломка и шерсть, бисер и металл – трудно даже перечислить все материалы, которые в руках умельцев превращаются в уникальные произведения. Музыка самодеятельных исполнителей также создавала праздничную атмосферу. Посетителями этого необычного городка стали славянцы и гости города. Эмоции только самые положительные. Очень нравится, очень. Вот это вот, ну, души не чаем. Нравятся такие дела, поделочки, спасибо, молодцы. Что-нибудь для себя приобретем на память. Считается, что декоративные деревца, изготовленные с использованием монеты кофейных зерен, приносят достаток, а украшенные цветами – любовь и счастье. Привезла я вам топиари – это европейские деревья, деревья счастья для украшения интерьера. К тому же они имеют еще и свою символику по цветам и, допустим, там, фруктовые, монетные деревья для привлечения денег и удачи. Мир добрых домашних сказок становится доступным для всех желающих благодаря творчеству мастера по изготовлению специальных кукол. Представьте себе домашний кукольный театр. Это же замечательно. Прежде всего хочется противопоставить губке Бобу, Бэтменам и прочим героям не нашим. Наши добрые сказки. Поэтому вот у нас так и добрые сказки на ваши руки. То есть хочется, чтобы дети вспомнили нашу репку, чтобы вспомнили колобка, теремка, прочие добрые игрушки. При этом они еще и развивали свою мелкую моторику. Потому что пальчики, которые внутри заставляют куклу двигаться, они развивают речь, мышление, воображение ребенка. Не менее интересные куклы, а также необычное мыло ручной работы в виде различных фруктов, в том числе и ягод с их натуральным ароматом, делает Славенко Наталья Московцева. Дети от ее удивительного мыла просто в восторге. Начала делать. Получается, получаю огромное удовольствие. Все болячки отошли. Творчество всегда приносило большое удовольствие. И когда человек занимается творчеством, молодеет. Большой интерес вызвала выставка-ярмарка у людей неравнодушных, ценящих выдумку и мастерство. Они подолгу любовались изделиями, расспрашивали, как все это сделано и покупали себе что-нибудь для души. Выставка просто замечательная. Просто даже эмоции захлестывают, потому что люди у нас настолько талантливые. И уходишь между этими палатками и удивляешься, насколько у нас талантливый русский народ. Вот просто из ничего сделаны такие вещи удивительные, которые нигде не увидишь больше. И все сделано настолько с душой, настолько красиво, настолько интересно. И каждая вещь, она индивидуальна. Такого не увидишь нигде. Просто идешь, радуешься, смотришь. И действительно невозможно удержаться, чтобы не купить что-то. Богато талантами земля Кубани. И это еще раз продемонстрировала выставка народных ремесел. Необыкновенные мастера, золотые руки которых создают прекрасные вещи и дальше будут радовать нас своим творчеством. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.